Зрители, этот обзор еды будет вот таким, я надеюсь, мне хватит моей зарядки, которой совсем чуть-чуть, ибо я что-то не думала, что надо ее заряжать, что она разрядится. Короче, была вот такая булочка квадратненькая с сыром. Девчонки, которые рядом покупали булочки, я пыталась раскрыть пакет минут 5, дурацкие совершенно пакеты. И, в общем, они увидели эти булочки, сказали, беру 6 булочек с сыром, они вкусные. Она, наверное, вкусная, когда теплая. Но у меня была замороженная слива, и она уже стала невкусная. В смысле, стала не теплая, на самом деле, может быть, она не особо вкусная и была, но я тупо есть хотела, я схомячила эту булочку, которая была вот в этом пакетике. Осталась у меня вот такая булочка. Помню, последний раз я покупала целых 3 булочки, 2 слопала, одна у меня осталась. И умерла. И, в общем, первые сутки с лишним она еще вкусная, а потом уже не очень. Поэтому я взяла только одну булочку. Была шоколадка по скидке, Света Шой из Прилук ко мне приезжала. В деревню, и она мне такую одну из приносила к чаю. Мне очень она понравилась, я такую специально искала. И тут внезапно на нее еще и скидка была 36 рублей с чем-то. Вообще, как потратить 800 с лишним рублей? На самом деле, 1030. Все вместе, вместе с проездом и тем, что я купила. Просто я еще убрала тут подарки, которые покупала двум разным людям на день рождения. Кот не вопи. И, в общем, если убрать цену этих подарков, то где-то 800 рублей, наверное, я истратила. В общем, была вот такая шоколадка. Кот пытался что-то драть, поэтому я его спугнула. Он тратит время драгоценное, зарядку точнее драгоценную. Короче, вот такая шоколадка. Очень мне нравится, вам советую. Вот здесь очень хороший состав. Никаких пальмовых масел. Она что-то была за 60 рублей, что ли, по скидке. Я ее купила. К тому же, я буду на следующей неделе, надеюсь, тайпить уже эту свою тарт. Учитывая, что у меня клина практически нет, это будет вручную. Сначала будет защищаться облачко, а потом будет ставиться перевод. Может быть, конечно, я сделаю все-таки клин отдельно, а потом уже тайп. Надеюсь, что я сегодня все-таки переведу. Ну, или, по крайней мере, в ближайшие сутки с лишним постараюсь заделать перевод, а то я что-то тут 3 дня какая-то мертвая была. Я купила себе две сгущенки. Что-то они по 40 рублей, кажется. Слегка подорожала. Раньше вроде подешевле чуть-чуть было. Ну и, в общем, я такую же покупала. Она мне нравится. Лакомо, хорошая фирма. Это, по-моему, Атаковская, Ашановская фирма. Я купила две штуки. И уже в этот раз постараюсь их не схомячить, как с теми тремя было, а сделать все-таки десерт. Этот свой. Домашнее мороженое, где сгущенка и сливки. 33% жирности, один к одному. Ну, тут вот этот пакетик от булочки. Тут пакетик от другой булочки, какой-то хачапури, но, по-моему, оно было с майонезом, а не особо с сыром. Ну, я хотела очень есть. Я его схомячила, пока ожидала. Стоило оно у нас, тут вообще замазано, ну, 24 рубля вроде. Я купила себе про запас. Это называется, как не потратить денег. Ну, думаю, теперь у меня будет негласный эксперимент, продолжение эксперимента. Или негласный новый эксперимент, чтобы я вот тратилась только на действительно нужное там молоко, хлеб и... Что там еще? За мясом я завтра собираюсь. И яйца. В общем, я купила себе колбаску-нарезку. Так, где она тут? Вот она. Еще одну. Там уже есть такие нарезки и колбаска, и сыр. Еще какая-то требуха. И на каждую своя цена. Но лежит кругом или полукругом. Вот еще. Марочная. Так. И купила себе 4 квадратика сыра. Я сначала думала один кусочек купить, но помню мои опыты жития с этими кусочками. Кусочки умирают раньше. Некоторые кусочки иногда даже умирают на третий день. Вот эти вот, ну, по 100, по 200, по 300 грамм. Поэтому я решила по старинке купить просто несколько нарезок. Ну, даже если они у меня скомячатся за 2 дня, значит, просто я хотела сыра. Потому что у меня вот лежал бы этот кусок сыра, я бы его пару дней ела, а потом бы он просто умирал. А кот у меня тоже что-то уже давно, прилично, так, полгода, наверное, сыр не ест. Хоть выпрашивает, ему кажется, что все, что есть хозяин, это вкус, но на самом деле есть не ест. Так, купила я тебе кусочек, там был нарезанный этой вот такой колбасы. Она мне нравится. Иногда и коту нравится. Да, она дофига дешевая. Но она по вкусу такая же, как вот если бы она стоила не 100 рублей, а 200. Я купила себе новую коробочку сливок. Ну, у меня та еще наполовину живая. Даже две трети там осталось. Сливки. Самое прикольное, вот те сливки какие-то я там смотрела. Те, что вот я в этот раз не купила эти за 22 процента. Думаю, ну, 20 процентов точнее. Думаю, кофе у меня заканчивается, надо будет его покупать как бы. Только из-за кофе покупать сливки. И последний раз, когда разбавляла сливками кофе, я про него забыла, он у меня не выпил своей конькетки. Ну, масло, которое я хотела, не было этого именно, оливки с подсолнечным. Это Альтера или как его там, было какое-то другое, но я не хотела именно другое. Я хотела именно оливку с подсолнечным. Поэтому я тупо купила себе бюджетное масло каждый день. Что-то около 60 рублей. Я вообще планировала, что там будет пол-литровая баночка вот такого масла. Но, видимо, пол-литровых баночек такого масла не бывает. Но пол-литровых баночек вообще как-то не было. Подсолнечного масла были какие-то другие. И вот я купила еще себе сливы. Сливы сейчас по 45 или 48, 300 грамм. Короче, та слива, которую я на разрез купила, она как-то дешевле. Единственный плюс, что тут костей нету, и они все такие ровные, эти сливовые дольки. Я вот думаю, потом тоже десерт один замутить. Ну и если получится, или грустнется, то съезжу еще за сливами. Или тут куплю на разрез, обработаю и сделаю еще другой немножко десерт. Вот такие у меня покупки на 800 с чем-то рублей. Я надеюсь, что это у меня за сутки не сожрется, как иногда бывает. Ну и всем спасибо и всем пока!